здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в третьем уроке продолжаем с вами разбирать компонент формы давайте немножко разберемся с дизайном формы и посмотрим как здесь работает отправка писем итак переходим в админку нашей формы и например мы хотим изменить дизайн что нам для этого сделать нужно значит мы заходим в саму нашу форму которую мы делали в прошлом уроке кликаем например по полю или по верху шапки нашего текстового поля и справа у нас появляется настройки здесь вы можете все что угодно написать то есть заголовок нашей формы выбрать иконочку какую-то то есть прямо в поле то есть человек будет например что-то вбивать а слева будет иконочка если конку нужно удалить вот здесь вот мы можем нажать крестик описание например напишу просто тест посмотрим где она будет отображаться внутренний текст это у нас как подсказка идет этот текст вы видите сразу вот здесь он появляется прямо в поле позже посмотрим то есть когда человек будет сюда что-то вбивать этот текст исчезнет то есть здесь можно писать какую-то подсказку если какое-то поле может быть какое-то сложное непонятное что туда вбить можно здесь написать подсказку это внутренний текст а дальше интересный момент тип поля и есть выбор обычный но это просто обычным можно в поле вписать все что угодно число я сам не тестировал но говорится что можно вписать только числа это может быть например мобильный телефон чтобы человек не мог что-то туда написать а только вбить цифры телефона если такое поле нужно здесь например текстовая заголовок вы пишете например введите ваш телефон здесь выбираете число и все здесь будут вводиться только числа сейчас заодно и проверим как это работает третий вариант суммирования тоже только цифры но введенное значение суммируется с другими полями это опция для создания калькуляционных форм давайте оставим число проверим и обязательно или это поле ставим галочку тогда появляется вот здесь такая звездочка рядом с текстом что это значит это значит что это поле нельзя пропустить его нельзя оставить пустым она обязательно для заполнения это уже для вас вы выбираете какое поля какие поля для вас важны какие обязательно нужно заполнить а какие нет соответственно если человек их не заполнят или какой-то одно поле письмо не будет отправлено и форма там где он ничто не заполнил будет подсвечена красной рамочкой. И есть кнопочка удалить. Она удаляет эту форму. То есть если мы нажмем вот сюда на крестик вот здесь это удалит всю нашу секцию. А именно вот это поле, одно только удалить, оно удаляется вот здесь. То же самое и другие поля. Например, email. Кликаем по email. Здесь меняются сразу все настройки справа. Здесь выбираете, что хотите написать в заголовке поля. Здесь, значит, можете также выбрать иконочку для поля. Описание. Ну все здесь то же самое у нас. Обязательно поле здесь, видите, галочка уже стоит, ее нельзя отключить. Email поле всегда обязательное. Давайте теперь поговорим о дизайне самой формы. Переходим параметры формы на вкладку. Ширина формы здесь можете управлять в процентах. Цвет фона. Ну, как понять какой фон? Просто кликаем и начинаем менять фон. И сразу же видим, что у нас меняется. Давайте оставим, например, ярко-красную. Дальше цвет рамки. Белый. Радиус границы кнопки. Вот сделал 100. Видите, как скруглилась форма. И у этой формы цвет рамки. Это вот как раз таки вот этот и есть. Сделаю черный. Чтобы ее было видно лучше. Вот такая вот овальная получилась форма. Цвет темы. Суффикс CSS класса есть поле. Параметры заголовков. Размер шрифта. То есть, вот у нас шрифт увеличивается. Заголовки наших полей там достаточно мелко. Сразу цвет шрифта, чтобы на красном было видно. Вы видите, сейчас хорошо видно белым цветом. Лучше сделать. Также жирность можно придать этим текстовым полям. Параметры текстовых полей. Высота поля. Давайте попробуем сделать 80. Вот видите, какие большие поля получились. Наверное, оставим их 50. Смотрится нормально. Размер шрифта кнопки в пикселях. Тут, наверное, как-то перевели неправильно. Размер шрифта кнопки. А на самом деле здесь увеличивается текст внутренний. Вот в этом поле, который у нас прописан. Дэмо, видите, да? И, соответственно, вбиваться текст будет уже более крупными буквами. Цвет шрифта. Это вот этого шрифта. Как раз-таки, смотрите, если сейчас сделан так же красным, то вбиваться будет красный шрифт, скорее всего. Сейчас это проверим мы. Также цвет фона. Вот вы видите, меняется, да? Это цвет полей внутренних. Куда вбивается текст. Оставим их белыми. Ну и цвет рамки, соответственно, это у нас внутренняя граница. Оставим зеленый, как кнопочка. Радиус границы. Также можно сделать вот эти вот скругленные углы у самих вот этих полей заполнения, да? Дальше параметры иконки. Также по дизайну цвет можно настроить. А у нас красная форма. Видите, вот иконочки все стали сразу красными. И размер шрифта кнопки. Это размер, на самом деле, шрифта вот этих иконок. Вот я сейчас их увеличу. Давайте сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. И у нас вот такая вот форма получается. Да, конечно, она не очень красиво смотрится. Но это сейчас просто мы с вами тренируемся. И учимся, где что меняется, какой цвет за что отвечает. Вот, кстати, видите, написано демо. Кликаем, демо исчезает слово. И мы можем вбивать и тоже красными буквами. Это все у нас настраивается. Форма настолько крутая, что мы можем настроить дизайн, даже письма, который будет приходить к вам. То есть, человек, когда будет отправлять вашу форму, вам на email будет приходить письмо. И также можно все это раскрасить. Вот здесь есть вкладка email. Кликаем сюда. После того, как вы создали какие-то пункты для письма, здесь они отображаются. И сразу видно текстовое поле и email. Смотрите, мы можем, во-первых, менять местами. То есть, в каком порядке это будет приходить к вам прямо в письмо на почту. Например, текстовое поле вверху или email вверху. Дальше, по крестику мы можем удалять поля. Мы можем даже сюда добавлять новые строки. Мы можем настроить, кликнув по звездочке, каждое поле по отдельности. Например, смотрите, цвет фона. Сделаем каким-нибудь вот таким. Сейчас посмотрите, как это приходит в письме. Кликаем по звездочке email. А тут настраиваем, например, немножко другого цвета. Вот такого, например. И обратите внимание, что здесь есть настройки также. Шрифта, текста в этом поле. Цвет рамки. Давайте попробуем сделать. Верхняя граница. Правая граница. То есть, можно отключить даже границы. То есть, это в таком виде будет приходить прямо к вам в письмо. Прямо на почту. И отступы внешней. Отступ сверху. И внешний отступ снизу. Дальше, смотрите, есть вкладочка настройки email. Цвет фона. Видите, сзади цвет фона даже можно задать какой-то свой. Ширина поля. Также можно задать параметры заголовка, размер шрифта, кнопки. Здесь тоже у нас просто вот эти текстовые увеличиваются. Именно данные пользователей будут в более крупном размере. Толщина шрифта также и цвет шрифта черный. Видите, какие мощные здесь есть настройки. Так, с дизайном поработали. Давайте теперь попробуем разобраться с отправкой писем. Во-первых, если вы делаете на локальной машине Denver или OpenServer, вы не сможете это протестировать. На локальной машине письма приходить не будут. Вы сможете это протестировать только на хостинге. Вот, запомните. Это первый момент. Второй момент. Зайдем в настройки. Вот здесь вот справа. Разберем настройки позже здесь. Нам нужно пока уведомление. Вторая вкладочка. Смотрите. Во-первых, email. Я не знаю, как будет у вас, но на email, то есть собакамейл.ру, на mail-почту, письма не будут приходить. Они, эта компания, они ужесточили свои правила. Возможно, это с этим связано не так давно. И массовая рассылка уже не работает. Возможно, из-за этого не приходит. Работают письма на Яндекс.Почту и на Google.Почту, то есть Gmail. Поэтому здесь я и прописываю свой адрес Gmail. Дальше, смотрите. Тема сообщения. То, что будет в заголовке. Например, ваш сайт по заказу чего-то там либо. То можете написать, например, новый заказ. То есть вы по заголовку уже будете знать, что с вашего сайта отправлен заказ какой-то. Также можно поставить галочку ответа отправителю. Позже об этом поговорим. Смотрите. Здесь я поставил почту Gmail. Так. Дальше мы нажимаем применить. Сохранить, закрыть. И обязательно нужно в глобальных настройках Joomla выставить тот же ящик электронный. То есть, если только здесь поставите, не будут приходить письма. И еще один момент. Вот здесь я уже проставил почту. Хотел вам показать. Тут не видно. Смотрите. У вас будет поле пустым. И здесь будет стоять пример. Стоять какой-то email, запятая email. Я не тестировал, но это поле подразумевает, что можно сделать отправку писем на несколько почтовых адресов. Но опять же не email. Gmail может быть Яндекс. То есть, если это нужно, через запятую. Ставим запятую, пробел и еще один электронный ящик. Возможно, до нескольких, не два, а больше ящиков можно здесь указать. Если это нужно. То есть, чтобы одновременно одно письмо сразу уходило на несколько разных электронных ящиков. Так, это я сохраняю. Идем с вами в глобальные настройки. Система общей настройки. Переходим в сервер. Вкладка. И вот здесь, справа внизу, email сайта. Обязательно то же самое я гмл поставил. В таком случае письма будут приходить. Поставили email и сохраниться не забыли. Ну и давайте протестируем. Обновлю сайт. Например, напишу тест. Email. Напишу тоже и нажимаю отправить. Мы видим вот такое сообщение. Здесь у нас все по-английски. Это легко исправиться. В следующих уроках мы посмотрим, как настраиваются вот такие вот письма. Здесь можно написать, например, ваше сообщение получено. Спасибо, там ваше сообщение получено. Закрываем. Идем на Google почту. И я тут же вижу, вот видите, написано новый заказ. Это только что то, что я сейчас прописал. Заходим в почту. И вот вам, пожалуйста, вы видите дизайн самого письма. Крупными буквами сами поля. Текстовое поле. Я написал тест. Здесь может быть телефон. Email. Видите? И каждая ячеечка своим цветом. Вы видели только что, я этот цвет менял. Сзади подложка серая. То есть, если удобно, разграничить по цветам. Вы можете настроить даже цвет самого письма. Это очень круто, я считаю. Итак, у нас с вами все работает. Письма приходят. С дизайном мы разобрались. Продолжим с вами изучать компонент формы в следующем уроке. Если урок для вас был полезен, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы это еще не сделали. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe News или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова